44 года. Большой отрезок жизни. 44 года я прожил в Советском Союзе. У меня никогда и в мыслях не было оставаться там надолго. Как я, черный американец из Детройта, мог жить в стране, враждебной почти всему, во что я верил и что почитал. Теперь, выбравшись из СССР, я часто спрашиваю себя, как мне удалось остаться в живых. Это первые строки книги «Черный о красных». 44 года в Советском Союзе. Автобиография черного американца. Написанное в 1988 году Робертом Робинсоном. Человеком с уникальной судьбой, попавшим в СССР еще в 30-е и застрявшим в Союзе на долгие-долгие годы. Чернокожий американец пережил сталинские чистки, вторую мировую и эвакуацию, вездесущий надзор КГБ и оболванивающий прессинг кремлевской пропаганды, которая постоянно использовала Робинсона в своих целях. Сумев остаться отстраненным наблюдателем, он в полной мере хлебнул абсолютно всех прелестей советской действительности, в том числе и отрицаемой в Советском Союзе бытовой ксенофобии, нетерпимости по национальным или расовым признакам. Один из величайших мифов, когда-либо придуманных пропагандистами Кремля, состоит в том, что в России якобы нет расизма. На самом деле, всех нерусских считают в этой стране второсортными. В соответствии с негласной шкалой, армяне, грузины и украинцы лучше других нерусских. Азиатам из Советских Республик, тем, у кого желтая кожа и узкие глаза, отводится место в самом низу этой шкалы. Черные и того хуже. Реальность расизма противоречит картине социального совершенства, нарисованной коммунистами. Русские гордятся тем, что они якобы свободны от расовых предрассудков. И это особенно раздражает. Роберт Робинсон родился на Ямайке, выучился на Кубе, переехал в США. В годы Великой депрессии работал на заводе Форда инструментальщиком. В 1930 году этот завод посетила советская делегация. И Робинсону, в числе других сотрудников, предложили однолетние рабочие контракты в СССР, обещая большую, чем в США, зарплату и приличные условия труда. Из-за ужасов расовой сегрегации и тягот американской жизни времен депрессии, Роберт принял это предложение почти не задумываясь, и с группой американских рабочих отправился в Советский Союз. Американец был наслышан о том, что в СССР вроде бы как декларируется всеобщее равенство и братство, и создается новое справедливое общество. Оказавшись в Союзе еще очень молодым человеком, Робинсон с широко открытыми глазами и чистым сердцем впитывал свежие впечатления от незнакомой и непонятной ему страны, и непривычных даже внешне людей. Возвращаясь в гостиницу, разглядывал прохожих. Большинство женщин походили на колоды – коренастые, дородные, бесцветные, одетые в нечто синее, коричневое или серое. Редко мелькнет белая блузка. Одежда показалась мне ужасно нескладной. Немногим лучше мешков из-под картофеля. Мужчины еще более далеки от элегантности. Москва – серая, скучная и грубая. Столица, откуда осуществляется политическое руководство страной, производит впечатление примитивно, грубого и обветшалого города. Нас провели через ЦУМ, в то время самый большой советский магазин, где я убедился, как сильно уровень жизни в этой стране отстает от Америки, Англии или Франции. Те немногие товары, которые я увидел на прилавках, отличались однообразием и плохим качеством. В продуктовых отделах полки были пусты, если не считать банок с горчицей. К тому времени я уже понял, что в горчице здесь недостатка не было. И буханок черного хлеба. У многих москвичей слегка раскосые глаза и высокие скулы. Интересно, что это касается даже некоторых голубоглазых блондинов. Наверное, монголы и татары, покорившие Русь и правившие ею более 240 лет, оставили здесь свое потомство. Через несколько дней после прибытия к месту работы в Сталинград с чернокожим американцем приключился неприятный инцидент. Несколько белых контрактников из США попытались избить Робинсона, выкрикивая российские оскорбления. Эта история стала известной во всем СССР. Нападавших иностранцев судили и выслали из страны. А из Роберта Робинсона сделали политический символ якобы равенства людей в Советском Союзе. Возможно, эта случайно приобретенная известность помогла чернокожему американцу выжить в последующие годы чисток и репрессий, в то время как остальные иностранцы понемногу исчезали из Советской России, и судьба большинства была неизвестна. Робинсон был чрезвычайно осторожен, в отличие от других своих более беспечных коллег, приехавших из-за океана. Кроме этого, будучи глубоко верующим человеком, он не принимал советские идеологии близко к сердцу, быстро разобравшись, как сильно партийные лозунги расходятся с существующей реальностью. Книга чернокожего американца – уникальный документ эпохи, сборник часто парадоксальных наблюдений за русскими. Это возможность увидеть историю глазами отстраненного наблюдателя. А это дорогого стоит. Газеты, радиоплакаты и лозунги постоянно напоминали о великих достижениях русского народа. До небес превозносили великую Россию и великий русский народ, давший человечеству почти все самое ценное – от булавки до аэроплана. С одной стороны, они утверждают с необычайной гордостью и высокомерием, что все сделанное в СССР – самое лучшее в мире. С другой стороны, изо всех сил стремятся заполучить какую-нибудь иностранную вещь. Я понял, что в России рискованно носить западного вида одежду, потому что обязательно кто-нибудь подойдет и скажет, «Слушай, продай рубашку, мне она нравится». Та же история с ботинками, плащами, носками в ромбик и яркими галстуками. По природе своей русские высокомерны. Мне было отвратительно глубоко укоренившееся в сознании людей представление, что все в России – лучшее в мире. С 1933 по 1935 год были арестованы почти все инженеры, получившие образование до революции. Шли жестокие массовые чистки. Каждый день кто-нибудь не приходил на работу. В 1934 году на чернокожего американца обрушивается неожиданное известие. Единогласным решением коллектива завода Робинсон выдвигается в депутаты Моссовета. Это навлекает на его голову одни неприятности. Американские газеты и журналы наперебой ругали Робинсона, а вице-консул США в Москве приказал немедленно вернуться в Америку. Вскоре, однако, появилось основание задержаться в СССР. Робинсона приняли в Московский вечерний машиностроительный институт. Чтобы получить диплом, нужно было провести в России еще по крайней мере 4 года и получить советский паспорт. Так, волей обстоятельств Роберт Робинсон задержался в Советском Союзе. А потом ужесточились массовые чистки, и над миром нависла угроза большой войны. Американец застрял в Москве на неопределенный срок. В заводской стенгазете я прочел следующее разъяснение грандиозной задачи чисток. Вычистим все чуждые элементы, и в первую очередь получивших образование при царском режиме и примазавшихся к советской власти. Их место должна занять кристально чистая молодежь из рабочей крестьянской среды, свободная от гнилой интеллигенщины. Таким образом, режим уничтожил целый класс специалистов, усмотрев в нем угрозу своей власти. Чистки привели к деморализации и воцарению безразличия. Лозунги, призывавшие рабочих догнать и перегнать Соединенные Штаты за 15 лет, сменились другими. «Товарищи, сокрушим врагов народа. Будьте бдительны, враг повсюду». Москва погрузилась во мрак. Кажется, я не видел ни одного счастливого лица, ни одной улыбки. Повсюду воцарилось уныние. Люди жили, как в осажденном городе. В эти предвоенные годы одно стало для меня абсолютно ясно. Я понял, что хотя Америка далека от совершенства, Советский Союз – это не земля обетованная. В так называемом раю для угнетенных царила страшная тирания, не имеющая ничего общего с идеалистической картиной, которую демонстрировали внешнему миру. Летом 1939 года Кремль объявил о подписании пакта с нацистской Германией. В моем цеху эта новость потрясла и озадачила всех. Рабочие не просто растерялись от неожиданности, они были оскорблены в лучших чувствах. Подумать только, их родина, которая выступала за равенство, братство и мир во всем мире, в одночасье заключила союз с Адольфом Гитлером. Рабочие нахмурились и помрачнели. На самом деле, одним из непосредственных результатов пакта для Среднего Русского стало ухудшение снабжения, поскольку мясо, сахар, яйца, масло и муку теперь вывозили в Германию. В России не сообщали, на каких именно условиях заключен пакт с Германией. Однако скоро действия Красной Армии кое-что прояснили. В 1939-1940 годах советские войска захватили Эстонию, Латвию, Литву, часть Польши, а также Бессарабию и черновцы в Румынии. Теперь русских переполняло чувство гордости. Помню, я пошел на вечерний сеанс в кино. Показывали кинохронику. Когда на экране красноармейцы, пехотинцы и бронемашины проходили по Бессарабии, зал встал. Все принялись аплодировать, громко выражать свое одобрение, кричать «Ура!» и угрожающе потрясать в воздухе кулаками. Они откровенно гордились тем, как их родина опустошает беззащитную страну. Меня это поразило. Так вот, оказывается, как коммунисты собираются устанавливать мир и социальную справедливость во всем мире, подумал я. Вскоре грянула советская фаза Второй мировой. 22 июня 1941 года чернокожий американец наблюдал невероятное явление, которого не видел никогда ранее. Вся Москва устремилась в церкви. Даже коммунисты. Людская река текла мимо остолбеневших милиционеров и разливалась по храмам. Кремлевская пропаганда пыталась поднять дух людей, но у многих появились опасения в том, что немцы могут одержать победу. Иностранные радиостанции передавали правду о боях, подогревая панические настроения. Тогда еще в Союзе не научились глушить вражеские голоса. Это беспокоило Кремль, и тогда был издан приказ об обязательной сдаче всех радиоприемников. Несоблюдение приказа каралось смертью. Среди москвичей поселился страх и разочарование. К Робинсону обратился знакомый инженер. Он имел удрученный вид. Прошу вас, товарищ Робинсон, если вам повезет и вы попадете на Запад, пожалуйста, расскажите там всю правду о Советской системе. Скажите, что русский народ жестоко обманут, что подобного обмана история еще не знала. Мы страдали. Нас лишили всего хорошего в жизни. И теперь оказывается, что все, что нам обещали – обман. Он, начиная с 1917 года, от нас требовали жертв ради светлого будущего. Сейчас мы знаем, что наши вожди обманули нас, вступив в соглашение с Гитлером. Пакт – это камень на нашу могилу. Изнурительный труд, недоедание. Когда мы месяцами не видели мяса и нередко ложились спать с пустым желудком. Все это в надежде, что придет день, и благодаря нам жизнь станет лучше. Теперь надежд не осталось. Однажды, в сентябре 1943 года, в наш цех прибежал рабочий с известием, что в заводской магазин завезли коробки с американскими продуктами – сгущенным молоком, колбасой, топленым жиром и яйцами Рузвельта. Инструкция была написана по-русски. Яичница, приготовленная из порошка, почти ничем не отличалась от обычной. На следующий день те счастливчики, которым достался пакет с продуктами, обсуждали яйца Рузвельта. Одни хвалили яичный порошок, другие не находили в нем ничего особенного. Но все его попробовали. В связи с яйцами Рузвельта 40-х годов невольно вспоминаются ножки Буша 90-х. Американцы постоянно спасали русских от голода. И в 19 веке, и после революции, и во время Второй мировой, и в 70-е, и в 90-е. А русские в ответ еще больше проклинали американцев. Что этому способствовало? Видимо, отчасти советское образование и советская пропаганда. После Октябрьской революции миллионы людей прошли через советскую систему образования. С детского сада до пенсии каждый из них подвергается непрерывной политической обработке. Молодые люди уже на школьной скамье понимают, что если ты не хочешь нарваться на неприятности с властями, то не должен думать самостоятельно или подвергать сомнению официальной догматы. В результате их мировоззрение остается неизменно узким. Зачем тратить энергию на приобретение дополнительных знаний? Какой в этом смысл? В основном все руководствуются простейшей философией. Живи, пока живется, как все, чтобы не навлечь на себя беду. После тягот войны, эвакуации, болезней, голода, проявлений расизма и прочих лишений в Советском Союзе, чернокожий американец Роберт Робинсон очень надеялся вернуться в Америку. К тому времени он уже 11 лет не виделся со своей семьей. В июле 1945 года, через два месяца после окончания войны, я обратился в отдел виз и регистрации Министерства иностранных дел с просьбой отпустить меня в Америку. Мне хотелось повидать престарелую мать и брата. Ответ пришел через год. Мне отказали, причем без объяснения причин. Кремлевская пропаганда на славу поработала над образом угнетенного американского негра Роберта Робинсона, который обрел спасение и свободу в Советском Союзе. А вдруг я скажу миру, что на самом деле все обстоит совершенно не так? Начиная с 1945 года, я ежегодно подавал бумаги. 27 попыток за 27 лет. Вырваться из СССР Робинсону удалось лишь 44 года спустя. В 1974 году, в возрасте 67 лет. Сотрудники посольства Уганды помогли ему покинуть Москву. Из Роберта Робинсона так и не смогли сделать ни коммуниста, ни советского человека. Мешала твердая вера в Бога. Она же помогла ему остаться отстраненным, трезвым наблюдателем и хроникером огромного отрезка советской истории. От Сталина до Брежнева. Книга «Черный о красных» 44 года в Советском Союзе настоятельно рекомендуется всем, кто скучает по СССР и ностальгирует о якобы прелестях советской жизни. Читайте, чтобы понять, или некоторые, чтобы вспомнить, как на самом деле чувствовал себя простой человек в советском обществе. Рекомендуется всем, кто хоть раз задавался вопросом, как и из чего складывалось советское мировоззрение, никуда по большей части не девшееся. Советский образ мыслей, к сожалению, и по сей день определяет поведение огромного большинства населения России безразличия полов, возрастов, чинов и званий. Спасибо за внимание. Больше материалов ищите на сайте хрендяблики.ком Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте автора на платформе Патреон и ваше имя появится в титрах очередного ролика. Всем добра и здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова